Ну, жители Украины уже и не ждут, что рост тарифов на свет и тепло остановится. В Минэнерго страны признают при полной экономической блокаде Донбасса, призывы к которой все активнее звучат в Киеве. Не останется выхода, кроме масштабных веерных отключений. Поставки угля из донецких шахт уже блокируют украинские радикалы. Их не волнует, что на электростанциях заканчивается топливо, и они совсем не боятся полиции. Народный депутат, надо дойти за руки машины и дом. Ты негодяй! Ты негодяй! И убери свое пузо отсюда! Ты негодяй! И кладу любую улыбочку, очень быстро уйдет с твоего лица. Дубинками и слезоточивым газом дорогу для работников одной из теплоэлектростанций прокладывают полиция и нацгвардия. В пассажирах этих автобусов участники блокады увидели наемных охранников, которых якобы наняли для борьбы с ними. Кольцо торговой блокады правоохранители не могут разорвать уже вторую неделю. Грузовые поезда дальше Лисичанска ни в Луганск, ни обратно не идут. Радикалы растянули колючую проволоку и срезали рельсы. Оттуда возили большую намеку товаров, более 10 составов в день. Каждый состав это доход для них, это оружие, это амуниция, это патроны. 50 вагонов пустого состава. Этот поезд должен был привезти с неподконтрольной Киеву территорией уголь. Предприятия Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик, несмотря на непростые отношения, снабжали половину украинских теплоэлектростанций. Где теперь в разгар зимы достать 9 миллионов тонн топлива? Радикалов, похоже, не волнует. В любой город должен уголь поступать, не важно откуда уголь должен быть и должны работать. Не будет света, не будет тепла и дальше что мы будем делать, чему мы приблимем? Европа нам поможет. Дураки, кто блокирует. Дураки. Вслед за Лисичанском поезда встали и в районе Бахмута в Донецкой области. И как результат, о частичной приостановке производства заявили на одном из заводов химической промышленности. На теплоэлектростанции в Славянске официально объявили. Запасов топлива едва ли хватит до конца месяца. 2 февраля в час ночи был отключен от сети блок 800. Станция перешла работать на старую очередь. Это аварийный режим для отопления города Николаевка и самой станции. После окончания запаса угля на складе... Много его? Немного. Будет наступать следующий этап. Это осморожение станции города. Минэнерго Украины сообщает. Скорее всего, страну ждут веерное отключение электроэнергии. График уже разработан. Тем временем к блокаде присоединяются все новые добровольцы. Когда полиция попыталась остановить одного из таких радикалов. Народный избранник Владимир Поросюк. Известный своей тягой к рукоприкладству ударил полицейского. Его депутатская неприкосновенность, похоже, стала иммунитетом для всех участников блокады. Они и не скрывают, что бояться им нечего. Опасаться нужно их самих. У вас есть официально зарегистрированное оружие. И вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни. Вы прошли Иловайск, Дебальцево. Вам уже нечего бояться. Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи. По сути, срыв отопительного сезона официальный Киев лишь осуждает. Но на деле никак не препятствует. Прокуратура открыла уголовное дело. Но ни задержаний, ни арестов. И это при том, что по Минским соглашениям Киев обязан исключить любую блокаду ЛНР и ДНР. И налаживать экономическое сотрудничество. Теперь собственное нежелание выполнять Минские соглашения можно списать на действия радикалов. С одной стороны, есть желание для международного сообщества показать, что мы за реинтеграцию и так далее. А с другой стороны, мы видим, что власть в какой-то мере, она отчасти заигрывает, особенно с праворадикальными элементами. И они в какой-то мере опасаются. Украинские радикалы сегодня заявили, что в ближайшие дни заблокируют еще одну железнодорожную ветку и выставят вооруженные блокпосты. Украинские эксперты уже посчитали, что эта блокада может обойтись и без того небогатому бюджету страны в 31 миллиард гривен или около 65 миллиардов рублей. При этом искать других поставщиков угля чиновники даже не пытаются. Очевидно, понимая, что дешевле или даже по той же цене топлива им вряд ли кто-то продаст. А платить больше Киев не готов. Алена Германова, Даля Литовка, Первый канал, Украина.